Мы попробуем сегодня вместе с вами разобраться в нескольких вопросах. Впрямую касающиеся истории советской архитектуры и городостроительства, истории, которая во многом сейчас не изжит и накладывает свой отпечаток на те решения, на то существование, на то качество среды городов, в которых все мы живем. Почему в СССР была отвергнута очень популярная для революции идея города-сада? Почему собственная квартира или индивидуальный жилой дом оказались запрещенными, а советская архитектурно-гостроительная политика целенаправленно создавала коммуналки для компактного заселения в них трудо-бытовых коллективов? Почему советская власть постоянно твердила о своей неустанной заботе о человеке, а строила при этом бараки? И почему жилье в СССР оказалось превращенным в инструмент социального управления, огромной силой рычаг для установления репрессивного социального и политического строя? Итак, часть первая. Организационно-управленческая модель, на которую неуклонно опиралась советская власть, фактически в течение всего периода своего существования заключалась в том, что человек, согласно этой модели, и в трудовом, и в бытовом отношении должен был находиться в тотальной зависимости от государства. Государство решало, как человеку жить, что ему есть и где ему трудиться. Основой того нового общества, которое создавали большевики, придя к власти, единицей этого общества, в отличие от буржуазного общества, которое они разрушили, был не гражданин, не его семья, а совершенно специфическая единица, коллектив людей, которые и трудились вместе на фабрике, в заводе, в советском учреждении и жили вместе. В этом была ключевая идея советской власти. Она специально формировала такие коллективы, потому что большевики не умели, в отличие от эсеров, управлять рассредоточенными человеческими массами. Они традиционно работали с пролетариатом, который был организован в коллективах. Работать с ремесленниками, с крестьянами, с представителем разночения интеллигенции они не умели. В трудобытовом коллективе, вот в этой новой единице общества, предполагалось, что будет происходить взаимная корректировка норм бытового поведения, норм социального поведения. Ну, представьте, что люди живут вместе, и жена все время утыщет своего мужа. Посмотри, вон, Вася, лучше тебя работает, он передавит производство, и они получают больше паек и лучше живут. Так вот они и пилили друг друга. Вот считалось, что такой взаимный контроль, взаимная балансировка, взаимное уравнивание отношения к труду и должно было стать ключевой цементирующей основой этого труда бытового коллектива. Кроме того, совместное проживание, во-первых, было привычно для вчерашних крестьян-маргиналов, потому что сельская община в определенном смысле это напоминала, а во-вторых, этот совместный быт был очень прозрачен для догляда и доносительства. Это была идеальная модель, которая обеспечивала советской власти контроль, регулирование бытовых и трудовых отношений и так далее. Вот эту модель советская власть и создавала. И основным препятствием этой модели оказалось автономное домохозяйство дореволюционной России. Прежде всего потому, что человек в таком домохозяйстве и его семья были независимы от власти. Потому что этот дом предполагал наличие куска земли, клочка земли хотя бы, где можно было разводить какую-то домашнюю скотину, возделывать этот огород, заниматься ремеслом дальше, я об этом чуть-чуть скажу. И человек был независим от власти, в крайнем случае мог прокормить себя своим собственным трудом. В дореволюционной России существовали также целые поселки, не только деревенского типа, но и городского, которые именовались городами-садами. И внешне они немножко походили на вот этот большевистский идеал труда бытовой, организации людей, потому что земля в них находилась в коллективной собственности. Города-сады были замечательным изобретением дореволюционного периода. Эбенезер Говард был автором этой организационно-управленческой идеи, он не был архитектором. Он вообще к архитектуре никакого отношения не имел, но он придумал вот этот механизм, который заключался в том, что город-сад приобретал возможность существовать без того промышленного предприятия, которое до этого, весь предшествующий период, особенно в рабочих поселках, в рабочих слободах при промышленном предприятии дореволюционной России, было градоформирующим, градообразующим. Можно сказать, что вся расселинческая компания, вся расселинческая политика дореволюционной России основывалась на том, что частные предприниматели по собственной инициативе, по воле государства формировали те или иные производства и строили при них жилье для размещения рабочих. Так возникали все промышленные поселки Урала, Сибири и так далее. Вот на Западе Говард фактически параллельно с этим процессом предложил в конце XVIII века идею о том, что город и городская жизнь — это такой тип существования, сосуществования людей, который не нуждается в промышленности как источнике развития, потому что город продуцировал уже не вещи, изделия, товары, он продуцировал услуги, сервисы, достижения науки, культуры, образования, транспортную, логистику, банковское дело и так далее. Он начинал существовать на других механизмах экономического развития. И в этом и заключалась, собственно, идея города-сада, вынесенных из городов, которые основывались на промышленности, вынесенных в прекрасные природные условия, потому что им не нужно было огромную часть ровной территории отдавать под какую-нибудь фабрику или завод, они располагались в здоровых местностях, в отличие от тех городов, которые уже насквозь были выбросами промышленных предприятий, пропитанными. И вот этот город-сад был страшно популярен. Это не было инновацией по зеленению, как об этом практически вся современная литература пишет. Каждый раз, когда вы что-то откроете по поводу города-сада, прежде всего вы узнаете о том, что это такой зелененький с газончиками растений. Никакого отношения это к этой город-сада не имело. Те город-сада была действительно организационно-управленческой инновацией. Суть заключалась в том, что малоимущие свои населения, у которых не было денег для того, чтобы построить или купить дом в черте города, потому что там за счет многократной спекуляции земли, точно так же, как сейчас у нас, стоимость жилья несоизмеримо завышена на 100, 200, 300 процентов. Вот эти малоимущие собирались вместе, организовывали кооперативные жилищные товарищи, сбрасывались очень минимальным стартовым вкладом. Минимальным, потому что государство заинтересованное в том, чтобы снять социальное напряжение в обществе, которые порождали эти люди, доходы которых не соответствовали возможностям проживания. Поэтому государство шло на то, чтобы устроить социализм без политики, как называлось. То есть не за счет революции выходить к кардинальному переустройству общества, а разумными мерами. Государство давало довольно большой кредит, точнее, выступало гарантом того, чтобы банки давали кредит и предоставляло бесплатно землю. В результате стоимость жилья вот на этой бесплатно представленной территории, где-нибудь на окраине городской черты, там у реки или опушки леса, с банковским нулевым или с минимальным процентом кредитов под гарантией муниципалитета. Стоимость жилья была минимальной. И люди, вступая в члены кооператива, в течение не очень продолжительного времени за счет своей зарплаты, постоянно погашая вот этот облигационный вступительный долг, становились собственниками земли, организовывали коллективные формы управления, выбирали всенародно избранное руководство, правление, и сами начинали решать вопросы своего обустройства. Ну, например, а не отдать ли нам часть территории, которая является принадлежащей этому поселению, но не застроенной, а не отдать ли фермерам? Потому что территория хорошая, здесь же вода, фермеру это выгодно, ему не нужно возить в город, там на расстоянии 60, не знаю, 40, 30 километров продукты, и там продавать, и накручивать их стоимость за счет транспортных расходов, перегрузки и так далее, он может непосредственно продавать это здесь. А люди заинтересованы в том, что они, живя в этом городе, получают возможность приобретать свежие продукты значительно дешевле, чем если бы они жили в городе. Вот такие механизмы, как сегодня бы сказали, городской экономики, были положены в основу идеи города-сада. При этом, конечно, художественная сторона была важна, потому что вот в нарезанном, землемерным образом планировке поселка, каким у нас сегодня нарезают подобряющее большинство поселинок, конечно, вот это землемерным образом нарезанная планировка поселка мало кого могла привлечь, поэтому архитекторы, планировщики стремились придать живописность, оставить какие-то очень важные фрагменты зеленой территории, сформировать зеленый буфер, с той стороны, где дует ветер, то есть придать вот комфорт, но, повторяю, это была вторичная, десятиричная и так далее, черта поселений, расположенных в живописной местности. Суть же идеи сада, о чем я подробно пишу в этой книжке, она заключалась вот в этих инновациях, в устремленности государства на решение социальных, жилищных проблем людей за счет вот такой очень разумной, рациональной политики. Поэтому город-сад, и возникнув в идее города, и получив огромное распространение в Европе, являлся детищем вот этой самостоятельной, независимой, ни от кого, жилищной кооперации, которая, по сути, представляла из себя добровольное объединение людей с целью решения жилищной нужды. Дома были особнякового типа, ну, со своими участками, к кому-то в голову придет платежевые деньги, еще и жить в коммунальном жилье или в многоквартирном. Вот эти вопросы не ставились. А вот в России все как всегда. Это удивительный феномен. Идеи, попавшие с Запада на нашу почву, таким чудесным образом превращаются подчас в свою противоположность, что потом авторы, когда приезжают, говорят, ну, так это же ваша, хватаются с ужасом за голову, потому что и близко не лежат. Вот у нас все так же. Значит, эта идея пришла, она стала очень популярной. Да, но чуть позже сначала я вот скажу об этих поселках, пригородах, которые не были городами-садами, но где предприниматели и фабриканты вынуждены были их строить для своих рабочих. Это еще один миф, с которым я вынужден постоянно бороться, разъяснять, что все было не так, как потом, на протяжении 70 лет нам советская историография рассказывала про кровопийц, фабрикантов. Нет, они вынуждены были строить для квалифицированных рабочих вполне нормальное жилье, привлекать тем самым, не только заработками, но и предоставлением этого жилья. Да, действительно, это жилье предоставлялось как ведомственное, мы знаем, что это такое, только во время работы на данном предприятии. Уволился, освободил. Это тогда было абсолютно нормальной схемой. Советская власть постоянно это критиковала, говорила, что ведомственное жилье это плохо, потому что не делает человека хозяином своей земли. Но, между прочим, поступало потом, дальше поговорим об этом более редко, точно так же, лишив человека возможности быть укорененным в жилье. Очень много примеров строительства таких загородных поселков, они не были особенно живописными, но тоже больше или меньше в разного типа индивидуальных домов. Вот этот дом для руководителя фабрики или завода, наемного управляющего, более высокого качества. Какие-то дома были попроще, блокированные на одну семью, тоже с участками. Это все дореволюционная практика строительства, как сказали бы сейчас, ведомственного жилья. То есть жилья, которое фабриканты вынуждены были возводить для рабочих, потому что фабрики и заводы размещались, как правило, за городом, на периферии, ближе к сельской местности, и подтягивая туда необходимые трудовые ресурсы, они вынуждены были строить жилье. Двухэтажные деревянные дома, 8-16-квартирные, для такого более плотного заселения рабочими, не имеющими семей, и так далее. Городские точно такие же строились дома, многоэтажные, многоквартирные, с тем бытом, который там складывался, с коечно-коморочными комнатами или с коридорным жильем, типа наших общак. Вынуждены были строить, как мы сказали бы сейчас, объекты соцкультбыта, то есть родильные дома, больницы, потому что какой-нибудь фабрике, где 3 тысячи рабочих, это было просто повседневные необходимости, невозможно было в город каждый день отвозить роженицу. Их было много, люди болели и так далее. То есть создавались вполне, как вы видите, приличные, внешние и по качеству и библиотеки, и даже театры. И фабриканты, в общем, не были глупыми и не были особенно кровопийцами, как показывает история. А вот теперь города-сады в древолюционной России тоже. Пришла идея, которая поверх вот этого описанного, но и процесса инициатив фабрикантов-капиталистов, стала накладывать свои характерные и отличительные особенности. Вот поселки начали появляться и городские, и загородные, дачные. И люди начинали, особенно городская, мелкая буржуазия, складываться вот в такие же личные кооперативы, заказывая архитекторам-планировщикам новые поселки и возводя точно такие же индивидуальные дома, но уже в частной собственности, в своей собственности, а не в ведомственной, то есть не принадлежащие заводчику, а принадлежащие самим людям. Довольно много таких примеров было до революции, и все они изложены в книжках, можно посмотреть. Кроме того, строились, возникали жилищные товарищества, которые возводили городское жилье. Поскольку территории здесь было мало, то это тоже были многоквартиры, многоэтажные дома, но здесь человеку уже принадлежал не дом, а отдельные, тоже вполне приличные по качеству квартиры. И поскольку это было на периферии, поскольку, я уже сказал, государство помогало, занимаясь протекционизмом, то подчас это было достаточно дешевое и качественное жилье. Но, повторяю, все по-российски, все по-нашему. Идею города Сарда ухватили уже городские предприниматели, которые и составляли основное большинство городских дум. Городские думы состояли из зажиточных состоятельных людей, которые не столько решали вопросы попечительства о городском образе жизни и жителях, сколько решали свои собственные коммерческие интересы. Они приходили туда для того, чтобы защитить свой бизнес. Ничего так не угадывается, в моих словах, в воздухе. Параллелей не возникает. Ничего не хочу сказать. Поэтому, когда эта идея города Сарда или вот статистка вот такого же личного кооператива пришла туда, то они прежде всего ухватили ее в своих интересах и стали возводить, контролируя землю, потому что выхватывали ее, скупали, а потом предоставляли жилищным кооперативам, стали возводить вот такие городские многоэтажные или загородные, но это все время приводило к тому, что стоимость начинала возрастать. Как писали тогда критики вот этой практики городской на Руси, города-сады в России превратились из средства удовлетворения жилищной нужды простых людей в форму бизнеса. И они это критиковали, потому что это не решало тех социальных вопросов, которые решали города-сады на Западе, где было законодательно на уровне устава запрещено человеку покупать больше одного дома. Если ты хочешь решить свою проблему, решай, но строить два дома, один для себя, другой на продажу или в аренду, было запрещено, потому что они понимали, что это приводит к совершенно другим процессам. А вот у нас, к сожалению, уставы не содержали этих очень важных пунктов, поэтому часто очень строительство городов-садов превращалось в спекуляцию с землей и недвижимостью и не решало проблем, потому что стоимость жилья возрастала в полтора-два-три раза в сравнении с той, какой бы она могла быть, если бы вот этих спекуляций, хитростей и наживы коррупционных схем не происходило. В послореволюционный период, когда советская власть превратила себя за счет первых же декретов по отъему земли и недвижимости в единственного оператора развития страны, идея городов-садов продолжала оставаться популярной. И российские архитекторы, поскольку никакого другого концепта просто не существовало в этот период, ну такого же способного эффективно и быстро обеспечивать людей жилье, они ухватились за эту идею, стали ее популяризировать. И какой-то период, там 5-7-10 лет, пока власть была занята более важными делами, там громила белых на Дальнем Востоке, утверждала свою власть, отнимала у советов на местах права и формировала централизованную систему управления, никому особенно эта идея не мешала. Хотя идеологически, в основу политики советской власти, как я уже сказал, было заложено уничтожение и крупного частного капитала, вся собственность, все фабрики и заводы были национализированы, и мелкого частного капитала, и собственности на землю и недвижимость. Поэтому, борясь с существовавшим на самообеспечении личным домохозяйством и социально-технициальной независимостью вот этих поселений-садов, советская власть провела декретом о земле, процедуру изъятия всех земель в свое собственное безраздельное ледение, и декретом о муниципализации осуществила объем всей недвижимости в городах и маломальских крупных населенных пунктах, оставив пока, до коллективизации время еще не дошло, оставив пока неподконтрольной землю и недвижимость в деревнях. Тем самым советская власть в первые же годы своей власти начала борьбу с частным приусадебным участком, который, я уже сказал, мог прокормить людей, и с ремеслом, которое могло точно так же прокормить людей. Эта политика была целенаправленной, и только НЭП немножко на 8 лет отодвинул ее реализацию в сторону. И в этом смысле, конечно, Владимир Ильич Ленин, который продавил это решение, вопреки подавляющему большинству политбюро и подавляющему большинству членов партии, которые были категорически не согласны с этим решением, не для этого они погибали на фронтах гражданской войны, чтобы вернуть обратно все это безобразие. Ленин, конечно, проявил недюжинный ум, потому что он понимал, что в период военного коммунизма страна в этой системе управления дошла до полного кризиса. И возвращение в хозяйственную жизнь привычных людей форм инициативы частного предпринимательства, самообеспечения, вложения своих денег, которые еще не были окончательно изъяты тароксином и прочим, что произошло в 1929 году, он вот вернул в хозяйственную жизнь все то, что сидело в людях. Когда мы сейчас, пройдя через несколько советских поколений, полностью оказались неспособными в массе своей в отношении предпринимательства, инициатив, мы, несмотря на то, что советская власть давно уже кончилась, вот психологически находимся в ментальности гомосоветикус. Мы все ждем, что там где-то наверху добрые, умные наши правители примут разумные решения и жизнь счастливым образом поменяется к лучшему. Эти там не ждали. Огромная масса населения, всех слоев, пытались как-то предпринимательски обустроить свою жизнь, на всех уровнях, буквально, занимаясь ремеслом деревни, тоже предпринимательство, понимая, что что-то продается, а что-то нет, меняя типы труда, меняя характер занятий, изготовление вещей, меняя ассортимент, просто копаясь на грядках и прокармливая себя, или выращивая кроликов, потому что кому-то понадобились шкурки. На всех уровнях это было предпринимательство. С этим и боролась советская власть, потому что понимая, что собственное подворье и собственное ремесло делают людей независимыми от власти. А политика советской власти была направлена на то, чтобы, полностью лишив людей, я уже сказал, вот этой независимости, сформировать систему тотального распределения продуктов и вещей. И она была создана. Находясь в условиях, когда человек или его семья получал все блага жизни из рук власти, он становился полностью зависимым от нее. Полностью. В этом смысле она вернула ведомственный принцип распределения жилья, отобрав жилье частных собственников и превратив его в общегосударственную собственность. Из этого фонда стала раздавать тем, кто приходил работать на то или иное предприятие. Тем самым появлялся механизм формирования трудовых ресурсов и их перераспределения. Потому что получить крышу над головой можно было только придя на работу. Ну да, там селили уплотненно, да, в квартиры буржуазии, да, коммунальным образом. Но только так человек мог обрести крышу над головой. Над этим надстраивалась система распределения продуктами, над этим надстраивалась система распределения вещами, потому что вещи изымались у класса буржуазии, а затем предоставлялись во временное пользование тем пролетариям, которые собирались на работу в той или иной реконструируемой или восстанавливая фабрику или завод. То есть власть становилась единственным кормильцем, который обеспечивал жизнь для всех, без исключения своих населения. И тем самым она получала возможность бороться с теми, кто не хотел работать на государственных предприятиях. Здесь невозможно больше никак получить средства к существованию. Люди вынуждены были идти работать там, где этого требовала власть. И это была система управления не впрямую через приказы и распоряжения, а через стягивание в свои руки, как я уже сказал, всех форм жизнеобеспечения. А архитекторы при этом, люди в достаточной степени наивные и романтичные, продолжали предлагать власти проектировать города-сады, потому что полагали наивной вере в те лозунги и те призывы, которые власть провозглашала, что советская власть действительно ориентирована на то, чтобы в условиях отмены частных собственность на землю, кто раньше, как я уже сказал, вздымала цены, в условиях снятия в свои руки капиталов, в условиях провозглашения, предоставления всем равных, всем трудящихся равных прав, займется как раз строительством вот этих советских городов-садов. То есть бесплатно будет выделять землю, бесплатно предоставлять капиталы на финансирование строительства, будет возводить отдельно стоящие коттеджи с клочками земли, потому что подавляющее количество городского населения были вчерашние крестьяне. И живя так, они вполне могли заниматься хозяйственно, как-то иметь дополнительный прокорм для семьи, и тем более, что еще с дореволюционного периода второй член семьи, женщина, не работала. Так была устроена финансовая система, что заработной платы одного человека, мужчины, хватало для того, чтобы содержать семью, жену и целый выводок детей. Поэтому первые проекты, их было очень много, какие-то из них даже были реализованы, основывались на том, чтобы сформировать вот эти советские города, сады по-советски. При фабриках, заводах, торфяных станциях, паровозо-ремонтных депо в этот период мало строилось, но очень много проектировалось и рисовалось. Все это были поселения, сады, потому что это было, как я уже сказал, основной и самый эффективный идеал до революционного градостроительства. Однако концепция трудопытового коллектива кардинальным образом противоречила вот этому быту, наивно живущему еще в головах архитектора старой дореволюционной выучки. Потому что у советской власти не было времени на эксперимент. Решение было принято, идея нового общества в умах идеологии была сформирована, единицей, как я уже сказал, был трудопытовой коллектив, а времени и сил для того, чтобы разворачивать жилищное строительство под него не было. Поэтому первые шаги советской власти, направленные на реализацию этого принципа, заключались в том, что в городском жилье у представителей буржуазии отнималось жилье, и туда вселялись рабочие и служащие уже советских фабрик, заводов и советских учреждений. Вот пример обычной, нормальной, стандартной квартиры среднего зажиточного, мелкобуржуазного, как сказали бы, потом класса городского. Это вот три жилых комнаты для четырех человек. Кабинет, зала, гостиная, столовая, буфетная, комната прислуги. И вот так жила буржуазия в городских крупных и средних домах. Идея формирования трудо-бытовых коллективов, идея уплотнения этих людей, подселения к ним новых советских рабочих и служащих, приводила к тому, что вот в эту квартиру вселялось по 20-25 человек. Не семья в квартиру, а уже семья в одну комнату, потому что жилья-то не было, дефицит был огромный, а в город хлынуло большое количество... Ну, они туда-сюда мотались, это были такие очень сильные маятниковые миграции, потому что были довольно большие тяготы голодные после революционной жизни, но фабрики и заводы давали вот этот распределительный механизм, о котором я сказал, давали возможность существовать. И поэтому власть, давая крышу над головой за счет формирования коммунальных квартир из существовавших до этого нормальных квартир городского жилья, удерживало людей на местах труда в полном соответствии с той доктриной, про которую я рассказывал выше. Этот феномен нам известен из книг, фильмов. А кое-где в городах еще и до сих пор существуют коммунальные квартиры, хотя перестройка 90-х годов практически вынула этот фон, потому что когда появились первые риэлторы, то первое, что они начинали делать в городах, это обеспечивать заказ новых русских, у которых появлялись деньги, на расселение коммунальных квартир и возвращение обратно таких квартир новым владельцам. Поэтому сейчас коммуналок осталось немного. Кстати, даже в ванной комнате жили люди, и первый секретарь ВЛКСМ Косарев писал в своих мемуарах, что когда он приехал из дериферии в город и поступил на завод, то поскольку усилять надо было, а места не было, то ему предоставили такое замечательное, уютное место, прямо в ванной комнате, где он и спал. Понятно, что там уже никто не пользовался ванной, народ ходил в баню. Но вот он, уютно, говорит, было очень, в ванной комнате, там было хорошо спать, и места много, гораздо больше, чем в комнатах, где жили по несколько человек. Следующий резкий этап уже целенаправленной реализации той модели, о которой я рассказал, это 26-й год, когда на 15-м съезде БКПБ было объявлено о том, что страна однозначно выбирает курс на формирование самого мощного в мире военно-промышленного комплекса. Эта программа и была названа программой индустриализации. Ничего другого в программе индустриализации, кроме добычи ресурсов, развития тяжелой промышленности и выплавки миллионов тонн чугуна и стали, которые шли на производство исключительно военной техники, ничего другого там и не было. Там было всего пять позиций гражданской продукции, сапоги, спички, мыло и еще что-то. Все остальное, содержание программы индустриализации, это формирование ВПК, военно-промышленного комплекса. Иосиф Иосиф Иосифович очень точно сказал о том, зачем нам это надо, зачем это надо стране. Следующая война, сказал он, будет войной моторов в небе, на море и на земле. Так оно и произошло. Поэтому вся программа индустриализации, это фактически развертывание по территории страны единой системы производства военной промышленности. А в связи с этим, разработки полезных ископаемых, протягивание туда транспортных коммуникаций, формирование энергоресурсов и так далее. В этот период партия приняла решение, оно прорабатывалось в Госплане вплоть до 29-го года. Несколько лет Госплан, привлекая огромное количество специалистов, в том числе очень неплохих дореволюционной выучки, разрабатывал этот план индустриализации. Так вот партия приняла решение переместить новую промышленную базу страны на Урал, в Сибирь, на Север, на Дальний Восток. Как вы думаете, почему не читать то, что там написано? Почему? В европейской части была развита транспортная инфраструктура, там были сконцентрированы квалифицированные трудовые кадры. Для чего власть приняла решение на пустые места, в тайгу, в степке, вообще ничего не было. Перемещать промышленность и строить там новый завод? Есть. Есть ответ на вопрос? Громче? Зачем? Как раз только что говорили о том, что она старалась сконцентрировать до кучи, до трудовых коллективов, чем бы тебе ударило в голову, рассветащих людей. Абсолютно два правильных ответа. Еще. Да? Еще один вопрос. Это решение было принято в 1926-1927 году, а во время как бы война велась в Китае. Какую политическую партию. Китайцам помочь. И разбитие войны мыслилось как бы в Восточном направлении. Думаете, китайцам помочь? Вот мы сейчас даже говорили. Нет, в смысле? Здесь же была как бы мировая война, мировая война. И если мы посмотрим, как закалялось там человек, если вы даже читали фильмы, это за ир. В принципе, вы дали правильный ответ, только не связанный с Китаем, а связанный действительно со следующей мировой войной. Прежде всего, предполагалось, что война будет на Европейском театре действий. И в этом случае гигантские возникали риски для уничтожения всей промышленности, для авиации противника. Перемещение промышленных предприятий, целых эшелонов промышленных предприятий за Урал, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, обеспечивало полную независимость от бомбардировок. По той простой причине, что на тот момент у авиации любого европейского противника не хватало мощности без посадочного перелета туда и обратно. И война полностью подтвердила эту гениальную, прозорливую, в 1926-1927 году сформулированную мысль. Нижний Новгород бомбили, Ярославль бомбили, все расположенные в европейской части предприятия бомбили. До Урала ни один самолет, ни одного вероятного противника не долетел. Поэтому размещение там эшелонов военно-промышленных предприятий обеспечивало то, что вы говорили, сохранность и независимость военной промышленности в период войны. Вторая причина состояла в том, что там были разведаны еще в дореволюционный период КЕПСом, комитетом по изучению производительных сил, огромные залежи производных ресурсов. И перемещая туда предприятия, резко сокращали транспортные плечо. Тем самым уходя от вот этого геоэкономического проклятия страны, в котором мы живем и сейчас. Транспортные расстояния любой вид промышленности, производимой в России, делают сегодня дороже, чем точно такой же вид промышленности, который, вид продукции, который производится на Западе. Только потому, что мы вынуждены таскать это все по территории стран. Поэтому единственный выход у страны, если мы хотим быть конкурентоспособными на мировом рынке, это выпускать то, чего там еще нет. То есть инновационные технологии, продукции и так далее. Там прибавочная стоимость несколько раз повышает, превышает реальные расходы. И за счет этого можно сокращать все те издержки, которые связаны с транспортом. Следующая причина, которая заставляла от европейской части отбрасывать предприятия в Сибирь, за Урал, на Дальний Восток, это то, что там, опять же, как вы абсолютно верно сказали, были огромные ресурсы гидроэнергии. И это был следующий этап развития плана Горл-Урок, который перешен на электрическую энергию, но оставался быть привязанным от паровой, который существовал до этого, но оставался быть привязанным к источникам энергоносителей, то есть к углю, торфу, древесине и так далее. Кардинальные изменения энергоносителей, переход на гидроэлектроэнергию, позволяли концентрировать промышленность рядом с сибирскими и прочими реками источником энергии. И там же фактически осуществлять разработку полезных ископаемых. Ну хорошо, принято решение о том, что все это переходит туда в пустые места. А где взять рабочие силы? Где взять трудовые ресурсы? На тот период, да во многом и сейчас сохраняется эта ситуация, плотное заселение территорий в Сибири на Дальнем Востоке составляло 0,5 человек на гектар. Это территории, которые до сих пор минуются пустынными. Если на территории живет 0,5, суммарно, это считайте ничего. Итак, где там взять рабочую силу, если ее нет? Столыпинская реформа не подходила. Большевики не хотели возиться, не было ни времени, ни сил, ни желаний с добровольным, да еще и поддерживаемым финансами и организационно перемещением людей на новые места обитания. Столыпинская реформа была в этом смысле довольно мощной и привлекательной, потому что она предоставляла семье, которая принимала решение переехать вагон или полвагона, если семья была небольшой, куда семья грузилась вместе со скарбом и скотиной и перемещалась на новые места обитания с огромными подъемными, с 15 гектарами земли, что для крестьянина это было просто, ну, не знаю. Единственный смысл жизни и счастье и с освобождением молодых людей мужского пола от службы в армии, она давала огромные преференции, именно поэтому 4 миллиона, 4,5 по разным подсчетам, 4,2 во время Столыпинской реформы и переместилась на новые места обитания в Сибири. Ничем этим большевики заниматься не хотели. И вообще к населению относились как к разновидности природного ресурса. Сколько надо, столько и добудем, а все остальное бабы нарожают. Поэтому была принята стратегия принудительного переселения трудовых ресурсов в те места, где возводились промышленные предприятия, а при них формировалась селитва для этих самых трудовых ресурсов размещения. Население соцгородов-новостроек, а так начинали именоваться на тот период поселения социалистическими городами. В этом термине соцгород подчеркивалось кардинальное отличие новых городов от городов периода капитализма с коллективной собственностью на землю, государственной, с государственным строительством жилого фонда, с государственным распределением, с совершенно другой системой жизнеобеспечения и культурно-бытового, социального, материального и так далее, вплоть до медицинского обслуживания. Вот эти нового типа города стали называться соцгорода. Население этих соцгородов состояло из все-таки вольнонаемных, очень незначительная часть, 10-15%, но были вольнонаемные, потому что была разгорнута широкая пропаганда и среди крестьян, и среди горожан приезжать туда, людям обещали приличные зарплаты, людям обещали хорошие условия, они приезжали, обнаружили, что там ничего этого нет, миграция в этот период достигала 80%, 80% населения, 100% населения приехало, 80% уехало. Для того, чтобы потом бороться с этим, советская власть в 1932 году ввела прописку, то есть человек не мог уехать добровольно, не мог уехать по собственному желанию, а вынужден был быть привязан уже законодательно к местам труда. А вот остальные категории уже перемещались туда в приказном порядке. Во-первых, это были квалифицированные специалисты и молодые выпускники техникумов и вузов, инженеры, мастера, квалифицированные рабочие, техники, бухгалтеры, служащие, врачи, которые направлялись по приказам, направлениям, причем под угрозой тюремного заключения. Люди, которые не ехали, потом это выезд на место труда и жительства, получил название распределение в 70-е, 60-е годы. Тогда это не было распределением, это было в приказном порядке перемещение к местам, отбытие трудовой повинности, до полутора лет тех, которые пытались сбежать из такой формы. демобилизованные красные милиции в организованном порядке, прямо под разделениями перемещались на Дальний Восток. Там даже создавались такие специальные солдатские поселки. Меня всегда дико интересовал вопрос, откуда там брались женщины. И я нашел на него в истории нашей страны ответ. Гениальная советская власть спровоцировала массовое движение по перемещению молодых девушек на Дальний Восток. Некая Валентина Хитогурова провозгласила через газету «Правда» призыв молодым девушкам ехать на Дальний Восток и 11,5 тысяч комсомолов отправились туда, разбавляя своим присутствием мужские поселки и решая демографические проблемы. Следующая категория населения это принуждаемые к оседлому образу жизни кочевники. гигантская была компания с огромным как у нас всегда происходил в этот период количеством жертв, но это была одна из мощных категорий. Следующая самая мощная по численности это крестьяне. В результате вынужденных мероприятий связанных с коллективизацией ну и многие просто понимают что рано или поздно все равно настигнет длайн отъема собственности и превращения в колхозников бежали от полутора до двух с половиной миллионов в разные годы в том числе и от голода на стройке пятилетки. Вот здесь еще один миф еще один миф с которым постоянно сталкиваются исследователи истории которые пытаются изучать историю Советского Союза нам всегда говорили не знаю что написано сейчас в современных учебниках надо почитать ради интереса но когда я учился мне все время говорили что советская власть озабоченная вопросом повышения производительности крестьянского труда устроила эту гигантскую программу коллективизации преодолевая сопротивление кулаков которые не хотели чтобы простые крестьяне повышали производительность труда вранье от начала до конца когда в госплане разрабатывалась эта программа коллективизации был приглашен довольно известный на тот период специалист по организации фермерского хозяйства из Германии все время забывая его фамилию и он дал однозначный вердикт он сказал никогда коллективное хозяйство не будет эффективнее индивидуального вы совершаете гигантскую историческую ошибку не надо было этих слов говорить он заболел быстро и умер там же в Москве а советская власть железной рукой реализовала громко слишком говорила но такой его опубликовали в общем щепельнее надо товарищи к словам относиться а советская власть железной рукой провела политику коллективизации вовсе не для того чтобы повысить производительность все прекрасно понимали в госплане кроме этого идиота консультанта что никакой производительности это все болтовня идеологические лозунги производительности туда понизится но все крестьяне будут собраны в такие же трудовые коллективы как и рабочая фабрика завода у них можно будет без ограничений отнимать производимую им промышленность потому что нужно было кормить гигантскую расширяющуюся военную индустрию рабочих и служащих которые жили в городах а для этого нужно было выгребать из села ровно столько еды сколько было нужно когда это были отдельные крестьянские хозяйства то они довольно серьезное сопротивление оказывали в том числе и народными восстаниями довольно много в тот период восстаний в сельской местности которые довольно жестоко подавлялись а когда это было коллективное хозяйство и так что люди лишенные всего способные только работать на государство как хозяина то этот процесс был абсолютно доступен и свободен и еще один очень важный момент советская власть целенаправленно решала таким образом задачу поставки трудовых ресурсов на стройки пятилетки кто-то как я уже сказал бежал сам кого-то перемещали туда в виде заключенных спец контингентов и труд контингентов то есть советская власть активно используя труд заключенных огромные массы христиан переводя в это качество перемещала на стройки пятилетки из заключенных на строительстве соцгородов и первых крупных промышленных предприятий первой пятилетки было от 35 до 90 процентов например в магнитке было 45-50 процентов заключенных разных категорий в нижнем тагиле до 65 на Бесняковском комбинате более 65 а на такой стройке первой пятилетки как Беломорканал 90 с лишним процентов и наконец-то советская власть проявила в 29 году работу о женщинах они бедняжки все время просили что же такая несправедливость почему мужики работают а мы нет и наконец с постановлением партии правительства 19 июня 1929 года я уже об этом упоминал советская власть распорядилась считать женщину такой же таким же правным членом труда субъектом труда как и мужчина на всех без исключения завода в том числе на вредных производствах на тяжелых работах на железные дороги на химических предприятиях женщина заняла место в трудовом коллективе наряду с мужчиной единственный вопрос на который я пока не получил внятного ответа почему было запрещено женщинам работать в шахтах я даже с шахтерами разговаривал ну как-то они мне так вяло отвечают что я знаю но официально в 29 году им это было запрещено знаю откачцы были но почему в 29 году запретило шахтерами сказали у женщин психика другая и под землей не выносит свихиваются ну не верю в эти объяснения вопрос забавный если кто-нибудь когда-нибудь даст мне этот ответ я буду благодарен зачем это делалось зачем советская власть снизила заработную плату нормальных рабочих до такой степени что один человек уже не мог прокормить семью что нужно было работать вдвоем для чего она приняла в 29 году постановление о том что женщины должны работать на предприятиях наряду с мужчиной ответ очень простой это позволяло в два раза снизить затраты на жилищное строительство вот в этих новых соцгородах новостройках это в масштабе страны давало гигантскую экономию средств приведу расчет чтобы вам было понятно о чем я говорю допустим есть завод на котором расчетная тысяча рабочих мест значит по старой схеме если женщины не работают это тысяча мужиков плюс у них жены еще тысяча условно я делаю условно расчет плюс ребенок допустим один хотя там коэффициент семейности был 3,5 допустим один вот на 3 тысячи по нормативу там 6 квадратных метров 8 квадратных метров нужно было построить жилье возьмем 10 опять же для расчета 3 тысячи на 10 квадратных метров вот соответственно столько до тысяч квадратных метров нужно было построить а теперь после выхода постановления которое делала женщину трудообязанной на этом заводе работает уже 500 мужиков потому что 500 их жен работает здесь же заполняя те же самые трудовые места и плюс еще 500 детей если мы взяли по одному на сумме и того не 3 тысячи а полторы соответственно в два раза уменьшается количество жилья которое нужно было построить это же другой вопрос что строили не по 8 квадратных метров расчетных и не по 6 а вообще по полтора и строили бараки о чем я дальше поговорю но расчетные экономические показатели сразу позволяли уменьшить плановые расходы в два раза соцгород это всегда селит при промышленности крупном заводе фабрики комплексы технологически связанных производств транспортно-перевалочном узле и так далее 3 государственных субъекта имели отношение к возведению нового жилья в Советском Союзе к организации и трудоустройстве населения это ВСНХ НКВД и БУЛАГ ВСНХ это был такой супер орган управляющий который руководил всем народным хозяйством потому что в него входили все промышленные наркоматы он организовывал и координировал деятельность всех промышленных наркоматов через него шло все финансирование всех строек он потом распределял это по наркоматам увязанным в рамках программы индустриализации через него шло материально-техническое снабжение потому что в этих строительных материалах на свободном рынке после сокрытия НЭПа невозможно было и через него шло перераспределение рабочей силы он строил все промышленные предприятия НКВД в лице так называемого главного управления коммунального хозяйства ведал всем коммунальным хозяйством страны и в новых городах и в старых и так далее и это был очень мощный орган потому что в исполкомах начальник коммунального отдела который определял коммуникации и прочее не подчинялся начальник исполкома подчинялся непосредственно НКВД это было сделано для того чтобы в любой момент можно было перекрыть газ, воду, свет, электричество и все прочее и это был такой контрольный контрольный выстрел в голову в тех случаях если народ вдруг решил бы бастовать или организовывать массовые акции протеста кстати эта система контроля над инженерной инфраструктурой сохранялась меняя формы сохранялась буквально до 70-х годов когда пришла вторая волна индустатизации хрущевская то всю инженерную инфраструктуру завязывали наградообразующие предприятия при котором строили все ли точно по тому же принципу и потом во время перестройки в общем надо отдать должное уже постперестроечной власти достаточно крупные деньги были вложены в то чтобы отвязать селинку отвязать города отвязать рабочие поселки от городообразующего предприятия если бы этого не было сделано то сегодня загибались бы не только 319 моногородов но и все остальные тоже и ГУЛАГ с 29-го года обеспечивал обустройство территорий ресурсного развития силами мобильных трудовых армий предвидительного труда так культурненько назывались в то время заключенные спецпоселенцы трудпоселенцы и так далее каждое промышленное или транспортное или энергетическое предприятие строило жилье причем строило исключительно для своих рабочих и это жилье в массе своей представляло бараки огромное количество было таких бараков их различных типов в зависимости от материалов и так далее они все были неблагоустроены у всех туалеты и прочее находилось на улице этого было не нужно советская власть несмотря на то что она все время твердила о том как она заботится о человеке реально как я уже сказал реализовала совершенно другие цели и задачи и относилась к людям как к природному ресурсу бараки были разной численности разной площади 80-120 человек иногда там нарезались комнатенки они превращались в такие семейные бараки но это всегда было жилье для вот трудно-бытового коллектива то что туда вселялись одновременно бригадами одна бригада две бригады в зависимости от крупности бригад но вот трудно-бытовой коллектив существовал на первых шагах в рамках первой пятилетки да и дальше бараки существовали аж до 60-х годов в нашем городе до сих пор существуют бараки не знаю есть ли у меня здесь картинка вот он вот да в общем стоят люди там живут этот расселенный а остальные ничего стены промерзают крыша протекает живут город отказывается расселять ну как у него нет денег как и при советской власти ничего удивительного второй тип жилья это 10-15% для 10-15% населения двухэтажные если вы вспомните еще до революционной картинки которые я вам показывал двухэтажные 8-16-ти квартирные дома для среднего управленческого персонала и передвигов производства то есть на фоне бараков жить таком доме это было просто немыслимое счастье заселяли тоже коммунально с печным отоплением без воды сортиры на улице но это было счастье потому что ну вот как-то уже совсем цивилизованно огромное количество таких домов сохранилось во всех городах страны они сейчас подпали программу развития застроенных территорий их нещадно сносят но вот нормальный такой пейзаж современного города с построенными еще тогда а потом в 30-е 40-е 50-е 60-е года домами этого типа был еще один тип домов предназначены для 2-3% это партийное советское руководство они представляли собой вполне такие города сады а именно жилище в нем было отдельно стоящим индивидуальным коттеджного типа с участочком там жили НКВДшное начальство директора стройки ближайшего заместителя главный инженер иностранные специалисты которых в общем довольно много было в начале первой пятилетки потом они постепенно уехали кто-то не уехал кого-то постреляли вот такие это магнитогорск это фотографии магнитогорской березки вот этот план а вот там вдали совсем в конце видите стоит маленький такой коттеджик он маленький только издалека вообще-то это огромный на 14 комнат особняк Завинягина директора магнитогорского металлургического комбината там еще был маленький олень и заповедник при этом доме корт в общем руководство неплохо существовало в таких же бараках как и жилье располагались и объекты соцкульпыта столовки амбулатории бани почта и так далее существовала еще особая категория жилья самострой индивидуальное жилье было запрещено но люди в силу того что у них так же как в период жилищной кооперации как я рассказывал сохранялась способность самостоятельно строить потому что это были выходцы из деревьев и пытались найти какие-то способы маломальский снос копали ямы строили полуземлянки землянки возводили из подручных материалов какой-то жили в общем жили копали ниши в склонах в этих самых в откосах железных дорог таких тупиковых которые не использовались а нас и была поэтому там выкапывали как бы существовали то есть люди в общем в нашей стране все время проявляют удивительные чудеса выживания чему как я понимаю наши волосы сильно радуются меньше денег надо вкладывать лучше еще олимпиаду какую-нибудь проведем или чемпионат мира по футболу вот такое жилье мазанки и прочее и прочее градообразующие предприятия через которые как я сказал и распределялась наркоматом и в СНХ по не спадающей деньги оно являлось реальным хозяином города оно содержало эту силипу на 80% принадлежащую предприятию или комплексу производства например в Магнитогорске 83% принадлежали жилья принадлежало как я уже сказал предприятие город и его местные власти малую роль играли я вот помню еще когда я жил в городе где вот так деревянные тротуары клались в грязь потом они утопали потом земля подсыхала потом зима и потом опять в эту жижу глинистую снова выкладывались мазки вот так лет на 10 там наверное много накопилось вот да но в общем качество жизни в наших городах всегда оставалось плохим потому что как я уже сказал самое первое цельской власти несмотря на то что государство постоянно говорило и писало о том как оно заботится и повышает качество жизни для населения ничего этого реально оно не делает реальная политика и публичная политика реальное это то что делается а публичное то что говорится кардинальным образом отличались друг от друга расходились диаметрально можете по этому принципу на двух этих парных оппозициях реальная политика когда делаются конкретные дела и публичная политика когда бла-бла-бла много говорится проанализировать политику современной власти обнаружите много интересного итак заключение Энгельс в своем труде к жилищным вопросам произнес очень острое по отношению к капитализму который он анализировал слова государство эксплуатирующее рабочих и крестьян не заинтересовано в устранении жилищной нужды так как жилищная нужда способствует принуждению рабочих и служащих к труду и послушанию вот эти слова с полной мерой относятся к любому описанию советской жилищной политики советское государство что бы оно ни говорило на самом деле эксплуатировало крестьян рабочих и интеллигенцию значительно интенсивнее чем капиталистическое общество и абсолютно не было заинтересовано в устранении жилищной нужды потому что я уже говорил дефицит жилья был прекрасным средством принуждения рабочих и служащих к послушанию к труду там где им предоставлялось это жилье и система минимальная система обеспечения жизненных благ советская жилищная политика целенаправленно поддерживала жилищную нужду сознательно превращая ее изъявление с которым нужно бороться в эффективные средства привязки людей в места труда принуждению их к социалистическим формам быта образу жизни правилам поведения и всему прочему что предписывалось свыше в в м м м в в в